Пошел такой вопрос, сказан в недельной главе Бешалах, книга Шмот, Тет-Вав, Каф-Вав, 15-я глава, 26-й пасук. Как здесь переведено, ни одной из болезней, которую я навел на Египет, я не наведу на тебя, ибо я Всевышний твой Целитель. О чем идет речь? Во-первых, мы никогда не видели и не слышали, чтобы в мире живем, чтобы было какая-то, кроме каких-то, так сказать, естественных генетических вариаций, как у любого другого народа, мы не видели никогда разницы, как говорится, в эпидемиологии, употребляя профессиональные термины. И кроме этнических, каких-то генетических вариаций, к сожалению, у евреев может быть невмания, у неевреев может быть невмания. Это совершенно очевидная вещь. О чем идет речь? Какие болезни? Есть несколько ответов на этот вопрос. Мне кажется, вопрос хороший. И я бы начал, как ключ к этим ответам, я бы начал с комментария, который мне кажется очень глубокий, который делает Нахманит Рамбом на эту главу. Я его немножко, так сказать, адаптирую и сокращу. Но он замечает такую вещь. Это только часть пасука, да, коли махалаши, а сам теми мистерам, любую болезнь. А весь пасук 26-й начинается так. Опять же, как здесь переносит, сказал, если будешь ты слушаться Всевышнего и угодно ему делать, будешь внимать заповедям его, особенно вслушиваться, да, и соблюдать все законы его и т.д., то ни одной болезни. А дальше сказано в первом лице. Я Аниаши, я Всевышний. Вот здесь теперь Нахманит задает очевидный вопрос. Вайомер, кто он сказал? Кто он? Кто это сказал? И почему сначала предложение, пасук в Торе, да, он в третьем лице, а потом в самом конце, опять же, обратите внимание, Это все в третьем лице, да, он сказал что-то, и то-то, и то-то. И вдруг в конце сказано, я Всевышний, Аниаши, Мруфеха. Да, почему такой переход и что мы из этого учим? Более того, Рамбан, Нахманит, говорит, что это не случайный переход. И мы делаем переход к третьему лицу очень часто. Например, когда мы говорим Брахот, Барух Ата, Благословен ты, второе лицо Всевышней, да, Мелехаулам, Ашер, царь мира, который Китшану в Митсутау, святил нам заповедями и повелел то-то и то-то. Или Баруха Таашем Мелехаулам, да, Элокейну Мелехаулам, Буре Приаесем, сегодня Тубешват, да, Творящий плод дерева, да, Шакольни Ябедвору. Но Рамбан замечает две вещи, очень глубокие вещи, посмотрите в его комментарии. Во-первых, когда мы говорим Элокейну, что Всевышний, Всесильный, и он царь мира, мы переходим к третьему лицу, как бы Всевышний скрывается, Айлоким это Тева, а когда мы говорим о Шем, Шемовая, четырех буквы на имя Всевышнего, мы говорим о Та во втором лице, наоборот, как бы мы, как, дословно, как к Отцу обращаемся напрямую, да, Всевышний как бы приоткрывается. И поэтому с этой точки зрения, говорит, Нахманит, здесь сказано в третьем лице, Всевышний сокрыт воемер, и он сказал, это проявление Всевышнего, как Медат Адин, как Элокейну Мелехаулам, да, что если вы будете слушать мои заповеди, и, ну, не просто, так сказать, механических выповедей, им шамуатишмиу, внимательно вслушиваться в их леколяше, дословно, голосу Всевышнего, делать не только то, что формально, так сказать, механически нужно, но слушать, так сказать, говорится, буква, не только буква законного, так сказать, голос Всевышнего, да, то есть, то, что Всевышний хочет от вас, да, иногда чувствуясь расстановкой и т.д. Это более высокая ступень, поступать прямо, дословно, перед Всевышним, да, и, опять же, слушать его заповеди, и, дословно, охранять, соблюдать его законы, я не буду входить в детали, но во всех деталях есть смысл, достаточно высокая ступень, то тогда вы не будете находиться, как египтяне, в состоянии духовной слепоты, когда они, как говорил Фаро, я не знаю, кто такой Всевышний, мне Нил, и я его сотворил, да, и, несмотря на то, что египтяне были очень развитым народом, очень продвинутым, технологически для своего времени, до сих пор там разгадывают эти пирамиды, и были суперимперии, они были духовно слепы, так вот, если вы будете выполнять мои заповеди, то у вас не будет этой болезни, да, и это разница между Галутом и Геулой, между состоянием Галут, это не только география, даже не столько география, как я говорил, по мнению, конечно, Эр-Цесраэль обладает потрясающими свойствами, большая заповедь, неизвестить, и все такое, но общее состояние народа, это состояние Галута, это Галута в Эр-Цесраэль тоже, да, как, это и отдельная тема, но каждый раз, когда мы берем стакан с чаем, стакан с водой, мы берем плод, и мы говорим баруха та ашем, да, ашем авая, мы напрямую видим Всевышнего в этом мире, да, мы говорим, что мы, зачем мы говорим Браху, что мы знаем, что есть Всевышний, и он повелел нам это делать через мудрецов, там, неважно, но он сотворил о Шиакольне, что все по слову Всевышнего, есть даже история, как люди высокого духовного уровня, момент опасности, или даже окруженные бандитами, как последнее желание, брали стакан с водой, говорили, Шиакольне, я бедворо, и в этом был, так сказать, глубокий смысл, что все происходит по слову Всевышнего, то мы как бы открываем в этом мире в котором Всевышний как бы закрыт, проявляется в третьем лице, мы проявляем его в этом мире, и это, в этом есть какой-то отблеск понятия гюла, да, поэтому это здесь сказано, и поэтому, помните, Раши, Сфат Мед говорит очень интересную вещь, Раши говорит, что, помните, Парашат Ваехи, что там Парашастума, что там нету промежутков, то есть, что Нистатму и Негем Шелесраэль, Митсарата Шаабуд, примерно так Раши говорит, что ослепли глаза духовные евреев от Царата Шаабуд, от тяжести Галута, а какой Галут, все было хорошо, они были там почетные гости еще до рабства, да, это когда их встречали, так сказать, с цветами, как бы так сказать, в кавычках, да, когда Якова уважали там, и все такое, но они уже попали в Галут, и они уже не так четко видели Всевышнего в окружающем мире, этот духовный корень Галута, чем дальше, чем хуже, пока это не повернулось, вот этот момент об этом говорит, при рассечении моря все выпрямилось, и они излечились от этой духовной слепоты, я думаю, что это дало какой-то ответ на ваш вопрос, спасибо. Спасибо.